здравствуйте сегодня тема вебинара страдательный залог японском языке как вы понимаете это достаточно сложная грамматическая тема и мы сегодня на ней подробно остановимся итак что же мы сегодня узнаем мы узнаем как образовывается страдательный залог в японском языке в каких случаях он используется ну и так чтобы было интересней что такое кимодамэси сразу скажу что кимодамэси страдательному залогу отношения практически никакого не имеет ну чтобы заинтриговать так сказать итак страдательный залог образовывается путем присоединения суффиксов рэру и рарэру к первой основе глагола для глаголов первого спряжения мы используем суффикс рэру для глаголов второго и третьего спряжения суффикс рарэру и так давайте рассмотрим примеры глагол у нас первый как у писать страдательном залоге будет как а рэру то есть мы возьмем первую основу как а и добавим суффикс рэру то есть как у это писать как арэру быть написанным далее у нас йому читать и йомарэру быть прочитанным или быть читаемым далее кау покупать каварэру быть купленным ханасу говорить ханасарэру быть сказанным и ко идти ехать и карэру ко мне приехали точно так же первые случаи мы можем тоже в общем то и переводить к карэру не просто что-то было написано да но и мне что-то написали точно так же йомарэру меня что-то причитали хотя в общем то не хотел но об этом мы позже более подробно поговорим дальше глагол киру нарезать кирарэру быть порезанным тобу летать или прыгать и тобарэру ко мне прилетели или припрыгали далее у нас идут глаголы второго споряжения табэру кушать берем первую основу табэ добавляем суффикс рарэру получаем табэ рарэру быть съеденным о сиэру объяснять о сиэрарэру быть объясняемым или быть объясненным или мне объяснили киру одевать кирарэру быть надетым если вы обратили внимание то у нас есть глагол первое споряжение киру но он пишется другим ироклифом и переводится резать не нужно его путать с глаголом киру одевать одежду которые относятся ко второму споряжению дальше у нас пример каэру менять каэрарэру быть измененным рассмотрим подробно как образовывается страдательный залог у глаголов третьего споряжения глаголом третьего споряжения относятся естественно глагол суру который превращается в сарэру то есть в общем-то но он не совсем следует традиции глаголов первого и второго споряжения нужно просто запомнить что он превращается в сарэру хотя в общем-то суффикс рэру у него тоже присутствует суру это делать сарэру соответственно быть сделан и и кроме непосредственно глагола суру глаголом третьего споряжения относятся все глаголы производные от глагола суру так называемые слова китайского слова лексики ну вот тут несколько примеров бэнкё суру это заниматься учиться бэнкё сарэру быть изучаемым или быть наученным анна и суру это проводить ну например экскурсию да или где-то что-то показывать в этом плане проводить и анна и сарэру у нас получается меня провели мне показали то есть я был проведен кроме того у нас есть еще один глагол куру в некоторых источниках он даже относится к четвертому споряжению но в японских источниках собственно суру и куру это так называемые неправильные глаголы и вот у нас куру превращается в кора рэру обратите внимание вот у нас глагол куру да у него первая основа по-другому читается один и тот же роглиф чтение а другое специально тут вам написала чтобы лучше запомнить получается куру кора рэру приходить или ко мне пришли теперь давайте попытаемся использовать сострадательный залог в предложении то есть не само по себе слово глагол да а целое предложение со страдательным залогом для этого нам нужно обратить внимание на то какие будут использоваться по дизу итак у нас в начале приложения идет тема естественно после темы мы ставим тематический поддержка также мы можем поставить ну возможно у нас будет тема а потом еще подлежащая после него мы поставим именительный падеж га дальше у нас идет человек который ну человек или процесс да то есть условно мы назовем его деятель то есть тот кто совершает действие после него ставится падеж ни или в официальных ситуациях кара дальше у нас идет непосредственно глагол страдательном залоге то есть форме на рэру или рарэру ну и давайте посмотрим примеры ваташива сенсей ни хомэра рэмашта ваташива сенсей ни хомэра рэмашта если мы дословно будем переводить я это тема предложения учителем был похвален Благол хомеру это хвалить, получается Сенсей ни хомера ремашта, меня похвалил учитель Ну так мы и будем переводить это предложение Меня похвалил учитель Если бы мы не использовали страдательный залог Мы то же самое предложение сказали бы иначе Мы бы сказали То есть получается Сенсей у нас будет тема и предложение Ваташи о дополнение И хомера ремашта похвалил Следующий пример Опять смотрим Ямада сан у нас тема Нет, темы у нас нет Ямада сан у нас деятель Ямада сан ни аннай саримашта То есть меня или там кого-то провел господин Ямада Можем посмотреть на тот же самый пример без страдательного залога Ямада сан вам ваташи о аннай саримашта Ну я думаю, тут понятно, что меняется не только форма глагола, но и падежный показатель Хотя значения не сильно изменяются Хотя, конечно, есть определенные нюансы О них мы поговорим чуть позже Следующий пример Нихонно тайшикан кара шотай сареттай маска Нихонно тайшикан кара шотай сареттай маска Получается Нихонно тайшикан это японское посольство Шотай это приглашение Ну можно перевести там Вы получили приглашение от японского посольства? То есть японское посольство вас пригласило? Дело в том, что если у нас не указано подлежащее То у нас есть варианты Вас, нас, их пригласило Это мы будем понимать из контекста Ну и последний пример в этом слайде ГОЧИСО ВА ЙОИ САРЕМАСТА Тут вы видите, что у нас отсутствует деятель То есть есть тема, но нету деятеля Того, кто это действие совершил ГОЧИСО это угощение ЙОИ САРЕМАСТА Было приготовлено Получается угощение было приготовлено Кем было приготовлено из этого предложения Мы никогда не узнаем Например, угощение было приготовлено Машей Тогда мы скажем ГОЧИСО ВА МАША САН НИ ЙОИ САРЕМАСТА То есть мы добавим деятеля МАША САН НИ В общем-то из данного слайда становится понятно Что может быть опущено Как подлежащее, так и деятель Поэтому их я взяла в скобочки Видите, подлежащее, тема в скобочках Деятель тоже в скобочках Потому что может не быть одной из этих частей В художественной литературе И официальной речи Поддерж НИ, который у нас обозначает деятеля Нередко заменяется на НИ ЙОТЕ И тогда предложение озвучит уже более официально Ну, например, такое достаточно сухое предложение Получается, Харьковский государственный университет Был основан Харазином Интересный такой момент Поскольку Харазин Достаточно известная историческая личность После него мы не ставим САН Подразумевается, что все знают Что этот человек известный И поэтому САН уже не нужно Если же мы бы говорили о каком-то человеке Конкретном, ныне живущем, не стой знаменитом Да, то, конечно, мы бы поставили еще САН Или, может быть, название его профессии Все глаголы в страдательном залоге Спрягаются по типу второго спряжения Что это значит? Мы прекрасно помним глагол ЙОМУ читать Например, в форме НАМАС Будет превращен в ЙОМИМАС СУРУ, СИМАС, КУРУ, КИМАС А, например, глагол второго спряжения ТАБЕРУ В форме НАМАС будет звучать ТАБЕМАС Что касается глаголов в страдательной форме То есть ЙОМАРЕРУ, ТАБЕРАРЕРУ, КОРАРЕРУ Все они будут изменяться по типу второго спряжения То есть мы будем брать основу НАРЕ И к ней добавлять МАС Независимо от того, к какому спряжению Этот глагол относился до того, как он попал в свою страдательную форму Давайте рассмотрим конкретные примеры ЙОМАРЕРУ быть прочитанным Соответственно, ЙОМАРЕМАС В прошедшем времени будет ЙОМАРЕМАСТА Был прочитан Например, ЙОМАРЕМАСЕН Не читается ЙОМАРЕМАСЕН ДЕСТА Не читался, не был прочитан Ну, соответственно, мы можем пробовать различные грамматические формы Надо помнить, что все будут по типу второго спряжения ЙОМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМАРЕМА Придут, корареру это простая форма, кораремас то же самое, ко мне придут, только в нейтрально-вежливом стиле, кораремас что, ко мне пришли, кораремас эндэ что, ко мне не пришли, не приходили. Теперь обещанные нюансы. В каких случаях вообще используется страдательный залог? То есть если мы можем то же самое выразить с помощью действительного залога, например, Сенсейва ватасио хомэ маста. Зачем нам использовать страдательный залог? Ну, как вы видите, тут есть 4 случая, когда нам страдательный залог нужен. Значит, первый случай – это, собственно, страдательное значение, когда мы хотим сделать упор на теме предложения. Возможно, у нас идет большой текст, то есть я, к примеру, рассказываю о себе, я там рассказываю, что я делала в течение дня, хочу вот рассказать, допустим, ватасио асахаяку ките, тайсоу шимашта. Я рано проснулась, делала зарядку, соно ато де, дайгаку ей кимашта, пошла в университет, шукудайо дзембу шимашта, делала все домашнее задание, Почему я тут использовала страдательный залог? Потому что тема всего моего рассказа – это я. То есть, если я не хочу менять тему, то мне легче использовать страдательный залог. Ну и, собственно, страдательное значение, то есть я была похвалена учителем. Конечно, я могла бы поменять тему, но тогда уже моя речь, она будет немного отличаться от того, как говорили бы японцы о том же самом. Второй момент – это негативный подтекст. Ну, хочется сразу отметить, что негативный подтекст не во всех предложениях встречается со страдательным залогом. Ну, вот, например, «Сэнсэй Нихо Мэра Рэмашта» – это как раз позитивный был момент, то есть меня похвалили. Но бывают такие ситуации, когда, если я говорю то же самое предложение о страдательном залоге, я имею в виду, что я была не рада. Ну, вот, например, представьте себе такое предложение. Вчера вечером ко мне домой пришли друзья. Тут просто констатация факта. В принципе, обычно мы друзьям рады, когда они приходят в гости, поэтому, ну, скорее всего, все сделают вывод, что просто пришли друзья, не сильно эмоционально окрашенное предложение. А теперь представьте себе, что я говорю эту информацию вот таким образом. То есть я использую страдательный залог. То есть ко мне пришли друзья. Это значит, что видеть я их не хотела. Они, скорее всего, мне помешали, то есть, а может быть, пришли очень поздно. И вот как раз страдательный залог помогает мне вот этот нюанс передать. Ну, у нас будут потом еще примеры в диалоге и в коротеньком тексте. Ну, мы сможем посмотреть, как вот этот негативный подтекст передается. К сожалению, ну, как бы, других способов передачи негативного подтекста особо не существует. Ну, разве что более эмоционально, как бы, рассказывать, использовать различные определения. Там, допустим, тайхэн, дэшта, но это уже небольшой перевод. А так сказали, то мы дачи не порали масштаб. Сразу понятно, что вы были заняты, мы не рады были человеку. Так, дальше у страдательного залога есть еще одна функция. Он может передавать возможность и возможность совершать действия. Причем для второго спряжения, для глагола второго спряжения. Ну, вот, например, «табэ рарэ масштаб». Мы можем перевести «быть съеденным», да, а можем перевести «могу есть». Ну, вот, например, «конурюрива табэ рарэ масэн». Я не могу есть это буда. То есть, ну, оно такое, наверное, ужасное, что я не могу вылезть. Или, например, «конурюрива табэ рарэ масэн». То есть, такая сложная проблема, ну, получается, я не могу объяснить такую сложную проблему. Тоже «о сьерарэ масэн». Ну, либо наоборот, «о сьерарэ ру». Могу объяснить даже такую сложную проблему. «Сонаниму дукасима дай дымо, о сьерарэ ру». Так, ну и четвертый у нас случай – это для выражения вежливости. Ну, вы, наверное, помните, что выражение вежливости – это одна из самых интересных, сложных и больших тем в японском языке. У нас был целый вебинар, посвященный различным стилям и, в частности, учтиво-вежливому стилю. И там мы подробно останавливались на разных способах выражения вежливости. Ну, вот использование средательного залога тоже активно применяется. В частности, вот можно сказать «щачо гаку рарэ масэн». То есть «щачо» – это директор, да, «корарэ масэта», то есть директор «изволили быть». То есть пришли, например, «щичи зимы» – 7 часов. Ну, я думаю, что выражение вежливости и страдательный залог – это тоже отдельная большая тема. Скорее всего, мы с ней в следующий раз столкнемся уже в каком-нибудь курсе для продолжающих. То есть для начинающих достаточно просто знать о том, что страдательный залог имеет еще и такую функцию. Ну и если начнете работать в японской компании, вы не раз вспомните о том, что есть такая функция у страдательного залога. Ну, теперь давайте рассмотрим разные примеры и попытаемся проанализировать, какой из этих четырех пунктов можно применить к данному примеру. Итак, первое предложение. Для начала переведем это предложение. Деятель у нас друг, да, друг объяснил ему дорогу. Понятное дело, что тут у нас есть, У нас негативного контекста нет. И, соответственно, это наш первый пункт. Собственно, страдательное значение. Следующий пример. Докок каде атораши токей га носу маримашта. Докок каде атораши токей га носу маримашта. Получается, докок каде это где-то, атораши токей новые часы. Носу му это красть, носу маримашта. У меня где-то украли новые часы. Естественно, тут негативный подтекст на лицо. Это наш второй пункт. Следующее предложение. Обратите внимание, очень интересный пример. Если дословно переводить, Меня намочил дождь. Ну, не дословно, я вчера попал под дождь. Очень интересное словосочетание. Очень часто используется. То есть, даже если мы попытаемся как-то с русского языка перевести, вот я попал под дождь, сразу начинаются какие-то такие поиски слов, там, под, попал, как это сказать. А это ничего не нужно. Вот у нас есть страдательный залог. Прекрасная фраза. Можно даже сказать, что по-другому никак по-японски не скажешь. Амэ, ни кораремаста, и все. То есть, на меня пошел дождь. Я под него попал. Ну, тут у нас тоже негативный подтекст. Следующий пример. Тотсу-дэн томодачи ни кораремаста. Тотсу-дэн томодачи ни кораремаста. Тотсу-дэн это внезапно, неожиданно. Тотсу-дэн томодачи, это друг, кораремаста, пришел. То есть, ко мне неожиданно пришел друг. Ну, тут четко понятно, что это негативный подтекст. Наверное, она там была как-то, чуть-чуть манее, рендракустахуга йокаста-дэшо. Предупредители связаться как-то заранее. КОНО ХОН ВА ЦУМАРАНАЙ НОДЕ ЙОМАРЕМАСЕН. ЦУМАРАНАЙ это скучно. НОДЕ так как. Получается, мы начнем с так как. У нас тут сложное предложение. Так как эта книга скучная, ЙОМАРЕМАСЕН. НЕ МОГУ ЕЁ ЧИТАТЬ. Ясное дело, что это у нас третий пункт. Возможность и невозможность решить действия. СОННА МУ ЗУКАСИ КОТОБА ВА АНО ХИТО НИ ОБУЕРАРАНАЙ. СОННА МУ ЗУКАСИ КОТОБА ВА АНО ХИТО НИ ОБУЕРАРАНАЙ. Получается, такие сложные слова ему не запомнить. То есть он не сможет запомнить такие сложные слова. Не может, да? Причем, посмотрите, у нас тут ОБУЕРАНАЙ в простой форме. Специально использовала неформу на мат, чтобы было понятно, что страдательный залог мы можем использовать в разных стилях. В простом, в нейтрально-вежливом. И тут у нас тоже третий пункт. Невозможность совершить действия. Следующий пример очень интересный. ВАСУРАРАНАЙ РЮКОДЕ. То есть мы взяли и использовали глагол в страдательной форме функции определения. То есть мы взяли РЮКОДЕ с путешествия. Перед ним стоит ВАСУРАРАНАЙ. Какое путешествие? Незабываемое. Такое путешествие, которое я не смогу забыть. Очень часто так используется. ВАСУРАРАНАЙ РЮКОДЕ. Ну и последний пример. ВАСУРАНАЙ РЮКОДЕ. Это будет означать, что я недоволен, что ко мне пришел директор фильма. То есть я звонить не хотел, а он пришел. А тут САЧОГАКОРАНАЙ РЮКОДЕ, если поддержь обычный, как после темы, именительный поддержь, если у нас стоит после подлежащего, то тогда как раз страдательный залог передает вежливость. Я надеюсь, что хотя бы в общих чертах понятно. Дальше будем углублять. Посмотрим на такой короткий диалог. У нас есть хайва между A и B. 今日は спичиの後でみんなにいろいろ質問されました. そう,どんな質問にされましたか? 学校や家族についていろいろ聞かれました. Совсем короткий у нас получился диалог. Ну давайте попробуем его разобрать. 今日は спичиの後でみんなにいろいろ質問されました. 今日は спичиの後で – это сегодня после моего выступления с речью. То есть я рассказывала речь. И после того, как я ее рассказал. 今日は спичиの後で – это сегодня после моего выступления с речью. Получается,いろいろ – это разный,みんなに все. スモンされましたか? Задавали вопросы. Получается, мне сегодня после речи, или после моего выступления с речью, все задавали разные вопросы. どんな質問にされましたか? А какие вопросы тебе задавали? То есть видите, тут у нас нет ни того, кто задавал вопросы, ни того, кому задавали вопросы. Все становится понятно из контекста. どんな質問にされましたか? То есть какие вопросы тебе задавали? 何かどこについて? いろいろきかりましたか? 何かどこについて? について – это он. いろいろきかりましたか? То есть мне задавали разные вопросы о школе и семье. Давайте еще раз его прочтем. Теперь уже мы знаем, что он означает. 今日アズビチの後でみんなにいろいろ質問されましたか? そう,どんな質問にされましたか? 何かどこについていろいろきかりましたか? Ну, во-первых, мы видим, что здесь у нас было два глагола. 質問つうる. Третье возближение и кику. Первое возближение. Мы их поставили страдательный залог. Получилось «しちもんつареру» и «кикареру». И плюс мы еще страдательный залог пытались в прошедшее время. «しちもんつаремаста» и «кикаремаста». «кикаремаста». Ну, теперь у нас кайва 2. Уже так побольше. Попробуем… Попробуем. 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 У нас есть другая грамматика, мы ее тоже уже в вебинарах предыдущих встречали, мини-ИКО. Получается, ты ходила, ну, не ходил, мы не знаем, кто с кем-то разговаривает, допустим, пусть две подружки. Ты ходила вчера смотреть мото-шоу? Ответ. Э, ИКИМАСЬ там. Та ходила. ДО ДЕШТАКА. Ну и как там было? ХИДО КАТТА ДЕС. Мы знаем прилагательное ХИДОЙ. Ужасно, да? В прошедшем времени ХИДО КАТТА ДЕС. Было ужасно. СО ДЕШКА. Да. Ну и дальше у нас идет объяснение. СУГОКУ КОНДЕЙМАШТА. КОМУ это глагол, который обозначает быть переполненным. В данном случае СУГОКУ КОНДЕЙМАШТА. Было ужасно много людей. И дальше, собственно, начинается у нас страдательный звук. Значит, во-первых, у нас тут есть ХИ. Это тоже драматический показатель. Его можно ставить после глаголов. И он переводится ИИ, ИИ. То есть человек явно перечисляет все свои еды и напасти. Значит, АСИВА ФУМА РЕМАСТА. Получается, ФУМУ это НАСТУПАТЬ. АСИВА ФУМА РЕМАСТА. МНЕ НАСТУПИЛИ НА НОГУ. Конечно, тема этого предложения двойная. Получается, ВАТАСИВА АСИВА. То есть МНЕ НАСТУПИЛИ НА НОГУ. Но поскольку тут понятно, что ВАТАСИ подразумевается, мы его опустили. АСИВА ФУМА РЕМАСТАСИ. То есть МНЕ И НА НОГУ НАСТУПИЛИ. ИСөРО КАРА ОСАРИМАСТА СИ. УСөРО КАРА это СЗАДИ. ОСУ это толКАТЬ. ОСАРИМАСТА. МНЕ НА ТОЛКАЛИ СЗАДИ. РЕСТОРАЕТ ДВА МАТАСАРИМАСТА СИ. РЕСТОРАН ДВА вЕРСТАРАНЕ. М你就 заставлять, м pouvez ждать. МЕНЯ заставили ждать вЕРСТАРАНЕ. ДУГА. Тайхендэшто не ужасно, наверное, было. Сорени дзэндэн мирарэмасэндэшто. К тому же дзэндэн совсем мирарэмасэндэшто. Не было видно ничего. И канай хогаё катта бэсо. Хогаёй, это тоже у нас грамматика лучше бы. И канай хогаё катта бэсо. Наверное, тебе было бы лучше не ходить туда. Со дэшо. Да, наверное. Давайте ещё раз прощём теперь диалог уже целиком, чтобы сложилось уже окончательное мнение о нём. Дэшо. Понятно. Теперь давайте сравним наш первый коротенький диалог и второй. Я думаю, все поняли, что в первом диалоге у нас было непосредственно страдательный залог, ну, своей непосредственно такой страдательной функции, то есть никакого негативного подтекста не было. Во втором случае, вот где описываются беды и несчастья, да, ащи ва фумарэмашта, миширо карао о сарэмашта, ресторан де ламата сарэмашта, это у нас негативный подтекст. Ну и вот в случае сорени дэн-дэн-миро рэмасэмдэшта, в принципе, можно перевести «ничего не было видно», да, то есть я не смог ничего разъединить. И таким образом, как бы третья наша функция страдательная залога тоже природилась в этом диалоге. Возможность и возможности совершить действие. Теперь, так сказать, третий пункт нашего сегодняшнего вебинара – это кимо-дамэси. Очень интересное слово, состоит из двух эрубликов, как вы видите. Кимо – это печень, дамэсу – это испытывать. То есть, если достофно, ну, как бы испытание печени, да, но на самом деле переводится кимо-дамэси – испытание смелости. Возможно, кто-то, ну, может быть, смотрел аниме или какую-нибудь программу японскую, которая была посвящена кимо-дамэси, ну, мне хотелось бы немного рассказать об этом явлении. То есть, обычно на летних каникулах ребята собираются и идут в какой-нибудь там заброшенный дом или, может быть, храм, или, может быть, пустующую школу, в которой они идут занятия. И, как бы, испытывают, насколько они смелые, не боятся всяких предстений и потусторонних сил. И вот, собственно, когда они туда идут, обычно другие ребята, ну, они как-то готовятся заранее и их разыгрывают. Ну, то есть, там подстраивают всякие страшные, там, может быть, маски надевают, да, или как-то неожиданно выпативают из-за угла или что-то, может быть, рисуют. Ну, и, в общем-то, с одной стороны, это действительно вроде бы как испытание такой смелости, но, с другой стороны, это хороший повод для розыгрышей, вот, и поэтому достаточно популярна в Японии. Ну, посмотрите, пожалуйста, на картинку. Вы видите здесь разные виды японских привидений, ну, и живых людей, да. Ну, вот живых людей тут у нас трое, нет, четверо, пятеро, пятеро, да, вот что-то у них выражение лица такое немного испуганное, я бы даже сказала, сильно испуганное. А вот как называются вот такие вот привидения, мне кажется, наверное, было бы интересно узнать, ну, информация такая достаточно веселая. Значит, поэтому следующий слайд у нас посвящен Нихонно Бакэмоно. Бакэмоно – это привидение, причем привидения аж бывают разные, есть привидения Юрей, это которые такие, ну, вот, как наши привидения, да, что-то такое, может быть, прозрачное, какая-то фигура виднеется, это Юрей. А Бакэмоно – это скорее вот что-то такое не похожее на человека, то есть это, ну, вот, что-то типа вот того, что на данной картинке изображено. Александра у меня спрашивает злой дух, в смысле Бакэмоно или Юрей. Ну, это не совсем злой дух. Вот. А, ну, Бакэмоно, смотрите, Бакэру – это оборачиваться, то есть это что-то, ну, ну, да, наверное, нежить больше подойдет. Итак, давайте посмотрим. Чо-чин о Бакэ. Чо-чин о Бакэ. Вообще, чо-чин – это японский фонарь. Ну, я так понимаю, что фонарь – это вот это, и вот он превратился в чо-чин о Бакэ. То есть у него, ну, как, на голову фонарь. Дальше у нас Нопперабо. Нопперабо – это без, ну, это лицо без ничего, то есть там нет ни глаз, ни носа, ну, тут вот рот, правда, нальцово, ну, бывает вообще ничего, Нопперабо. Дальше у нас Некоонна. Ну, я думаю, Некоонна. Некоонна все узнали, наверное, да? Вот она, Некоонна. Женщина, кошка. Дальше у нас Хитодама. Ну, это должно быть какое-то привидение, которое похоже на человека. Ну, естественно, не сильно. Дальше у нас Рокуро Куби. Рокуро Куби. Ну, вот у нас такой длинный, длинный такой шеи. И последняя – Каса о Баке. Все знают, что такое Каса, да? Каса – это зонтик. Каса о Баке – это воспоминение о зонтик. Вот так пойдете летом в запрошенный храм в Японии. И там можно увидеть таких привидений. Если какие-нибудь японские друзья вас решат, они вам таких невестных страшных монстров нарисуют. И я думаю, вам будет достаточно весело. Значит, вот эта картинка, да, она из такой замечательной книжки «Кисетсу де Манабу Нихонго». И там есть целый, ну, как урок, да, посвященный, собственно, кимо-дамэши. То есть там можно почитать достаточно интересный диалог. Но уровень, конечно, уже не для самых, так сказать, маленьких начинающих, да, но может быть между начинающими и продолжающими. То есть это как в плане развития, да, можно попробовать там почитать диалог, посвященный кимо-дамэши. Так, ну а теперь мне бы хотелось, чтобы мы вспомнили то, о чем я рассказывала в первой части и выполнили небольшой тест. Значит, сейчас появится перед вами вопрос и такой же вопрос в тесте и варианты ответа. Значит, Получается, 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 Я думаю, все догадали себе пистолет. Ну и Это стрелять. Ну и получается, вот у нас есть несколько вариантов. Ну, три, да, ответа. Значит, Кейканва доробуни пистолю деутаремашта. Вор выстрелил полицейского из пистолета. Полицейский выстрелил вора из пистолета. И полицейский застрелился из пистолета вора. Ну, ваша задача выбрать правильный вариант ответа. Давайте подумаем. И отметим. Вот здесь одна минутка. Поставить правильный ответ. Значит, еще раз. Кейканва доробуни пистолю деутаремашта. Вспоминайте. После чего ставится тематический падеж ВА и падеж НИ. Один только человек выбрал вариант. Мне бы хотелось еще увидеть варианты. Кейканва доробуни пистолета. Что такое сложное задание. Давайте посмотрим, что у нас тут получается. Значит, правильный у нас ответ. Вор выстрелил полицейского из пистолета. Естественно, вариант В у нас, ну, изначально абсурдный, потому что пистолет ВА было бы доробу, но пистолю ДС, да. Ну, и там, собственно, со страдательным залогом тоже на систему местно. А вот вариант А и В мы можем сравнить, да. То есть, вариант А у нас деятель доробо. То есть, кто совершал действие, а после него ставится НИ. И в конце у нас идет продательный залог. Поэтому, как кто-то указал в тесте, единственный правильный ответ. Тут действительно А, то есть вор выстрелил полицейского из пистолета. Теперь посмотрим второй вопрос. Этот тест можно убрать. Следующий у нас вопрос. Танако-санва, Нидори-сан ни, Вара-вары-машта. Специально вот иероглиф Варао записала, да, Хирага, знаете? Вара-вары-машта. Получается, Танако-сан и Нидори-сан это имена. Вара-у это смеяться. Значит, у нас получается Танако-санва, Нидори-сан ни, Вара-вары-машта. Первый вариант. Танако-санва посмеялся над Нидори. Второй вариант. Нидори-санва посмеялась над Танако. И третий вариант. Нидори и Танако посмеялись. Медори-санва, Нидори-санва, Нидори. Медори-санва – это ж имя, распространенная, женская. Да, записывается иерогиком, который называется «Зеленый». Почему голосует только один человек? Ладно, давайте посмотрим варианты ответа. Значит, правильный у нас вариант. Это B, да, Мидори посмелась на Сунака, потому что после Мидори Сан у нас стоит НИ, и этот поддержка как раз у нас и определяет деятеля, да, кто совершал действие. То есть Мидори посмеялась над Саном. Конечно, еще у нас есть негативный подтекст, да, то есть он был ею выстрел, она смеет, да, для этого ему было обидно. Так, и третий, последний вопрос. Оксанга шуджин о сикармаса. Оксан – это жена, шуджин – муж, шикарон – это ругать. Оксанга шуджин о сикармаса. У нас есть варианты. Муж отругал жену, жена отругала мужа, и муж поругался с женой. Давайте посмотрим внимательно, есть ли у нас здесь вообще страдательный залог в этом предложении. Страдательного залога у нас здесь нет, да, то есть у нас есть глагол «шикару» – ругать, и, соответственно, сикаримашта, но тут по-любому кто-то кого-то поругал, да. Будем определять кто, где у нас подлежащая предложение. Оксанга. Кого поругала? Шуджин о сикармаса. Поэтому правильный ответ – жена отругала мужа. Если бы был ответ «муж поругался с женой», то было бы «шуджин га оксан то шикаримашта». Ну, или вообще было бы не «шикаримашта», было бы «кэнка шимашта». То есть не поругался, а в плане посолил. Ну, в любом случае, такой вот несложный тест поможет разобраться, насколько был усвоен материал. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Возможно, есть какие-то пожелания по поводу будущих вебинаров, то есть о чем было бы интересно вам послушать. Об именах. Да, кстати, это интересная тема. Возможно, в каком-нибудь будущем. Еще, может быть, о чем-то. Если больше нет предложений и вопросов, то есть о чем-то. Спасибо за внимание. Сегодня очень楽しかったです. また会いましょう. Я была рада сегодня с вами встретиться. Еще увидимся. До новых встреч.